Первая мировая война и эпоха сразу после частной жизни и высокой роли всего приватного, с другой стороны, в качестве оппозиции вот этой ценности приватного, это представление о возможности решения любого конфликта военными средствами. И в этой борьбе эти двух начал, собственно, протекают, как говорят, историки длинные 20-й век. Ну, и уже, так сказать, и 21-й век. Но, кроме того, есть еще третья часть, которая тоже не представляется чрезвычайно важной, это изобретение в буквальном смысле после Первой мировой войны гуманитарной науки, окончательно изобретая представление о памяти, о памяти индивидуальной, о памяти коллективной, потому что все, хотя Бергсон писал об этом и до Первой мировой войны, но главные работы Альбракса появляются после Первой мировой войны. Мне кажется, что вот эти три компонента, они являются чрезвычайно важными. Собственно, они, как главные интеллектуальные и общественные результаты Первой мировой, и определили их, так сказать, их борьба и их взаимодействие определили жизни европейского и не только европейского общества после 1918 года. В этом смысле мне представляется, что, конечно, вот идея ценности частной жизни, частного человека, не существующего в высокой степени автономности от государства, и идея памяти как индивидуальной и коллективной, они, безусловно, соотносимы с набором традиционных либеральных ценностей. Значит, тут происходит трагический разрыв, ровно в этой точке, в 1918 году Россия и остальной Европы, потому что Европа использовала войну для утверждения либеральных ценностей. Это, кстати, и политические жизни, и гражданских свобод в силу того, что становится повсеместным и повседневным в 1920-е годы. И Россия трагическим образом пошла по-другому. Ну, про это написано, так сказать, тома и гигабайты, об этом не имеет смысла говорить сейчас, но важно указать на эту точку, как, ну, с точки зрения, в рамках того вопроса, который вы задаете, как на поворотный пункт в отказе России от заруждающихся либеральных ценностей не только как набор идеологем, но и как практик. Европа стала практикой, в России это исчезло даже как идеология. Все российские либералы оказались в миграции. И это, конечно, существенная проблема, которая, конечно же, связана с тем, что и третий пункт, о котором я сказал, представление о возможности решения любого конфликта военными целями, оно победило, и оно продолжает побеждать, собственно, все те сто лет, которые мы живем после Первой мировой войны. Я понимаю, что тоже безусловного прощения, но этот век тоже может быть описан как борьба вот этих двух начал либерального гуманистического основы на ценностях частной жизни и милитаристского представления о том, что война, военный конфликт, использование оружия – это допустимый способ решения любой проблемы экономической, политической, гражданской и так далее. В этом смысле, конечно, именно либерализм, скажем, а не левые идеи, хотя и не были и остается столь популярны, гораздо более значим для этих 100 лет, с 1914 по 2014. Будем надеяться, что он будет не менее значим и в дальнейшем, но сегодня, как и тогда, сто лет назад, и судьба либеральных идей, и ценность использования либеральных практик опять находятся в некоторой опасности. И это, возвращаясь, я думаю, уже из-за данных вопросов, это еще один из тех уроков, которые, кажется, мы не до конца выучили, говоря об опыте Первой мировой. Спасибо. Спасибо.